Когда Путин или путинские люди смотрят на это, они смотрят на это по-другому. И мы сейчас не говорим про каких-то кровожадных особо или особо безмозглых людях. Мы говорим о какой-то той прослойке, которая все-таки не потеряла способности мыслить. Они думают, какой будет вариант. То есть какие есть вообще варианты? Есть вариант Иран, Ирак, есть вариант Венесуэла, есть вариант Северная Корея, есть вариант Испания. В каждой из этих стран в свое время тоталитарная власть была. Кроме Северной Кореи, в остальных странах она была вся сконцентрирована на одной личности. То есть это была даже не столько тоталитарная власть, сколько авторитарная. Ну, самый хороший вариант Испания. Значит, умер диктатор. После него не осталось никого, кто бы мог или хотел бы продолжать это дело. И Испания постепенно влилась в европейские ряды. Поэтому я, например, не стал бы рассматривать остальные варианты, а все-таки считаю, что большинство разумных людей в России думают о таком варианте. То есть, да, Путин при Путине будет так, как это сейчас. И надо суметь сохранить какие-то институты для того, чтобы Россия все-таки влилась в такое европейское сообщество после того, как он уйдет в мир иной. Спасибо. Спасибо.